Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал 6 ТВ, в эфире актуальное интервью. Сегодня у нас в студии гость Иван Соловьев, писатель. Здравствуйте, Иван! Заслуженный юрист Российской Федерации, ветеран МВД России. И вы представляете вашу новую книгу «Красные линии». О чем она? Это книга художественное произведение, военно-полученческая повесть о героях специальной военной операции. Такое вот с своими сюжетными линиями, со своими героями, которые являются вымышленными, но у них есть прототипы, и их подвиги, которые я описывал, уже совершали наши ребята на фронте. То есть это такие собирательные образы, и именно искать четко одного прототипа ваших героев, его нет. То есть это много различных участников, да? Конечно, конечно, потому что сегодня там же у нас, ну мало того, что собраны представители практически всех субъектов нашей огромной страны, всех национальностей, поэтому делить их на какие-то группы или на тех людей, кто там больше подвиг совершил или меньше, нельзя. Они все герои. Скажите, это же не первый ваш литературный опыт, вы уже издавались и не раз, и все ваши произведения посвящены, может быть, не все, но многие, о которых я встретила в интернете, посвящены различным событиям в горячих точках. То есть у нас на Кавказе, в Сирии вы имеете, наверное, непосредственный опыт и участие, и... Ну, конечно, говорить о том, где ты не участвовал и где ты не был, очень трудно, тем более, если ты пишешь публицистику, потому что предыдущие вот книги — это и автобиографические, и публицистические, поэтому там, конечно, не видя этого своими глазами, ну рассказывать по меньшей мере странно. Ну, а уже когда пишешь художественные произведения, здесь, как говорится, вся фантазия автора для читателей. Скажите, Иван, когда вам пришла мысль написать художественные произведения о событиях, которые происходят сейчас? Ваша книга — это же не только то, что происходит во время СВО. События в ней начались в 2012 году. Вот когда вам пришла эта мысль? Почему именно художественное произведение, а не просто документалка? Документалка, понимаете, документалку писать есть кому? Ну, во-первых, есть наши военкоры замечательные, которые находятся там, и написать документалку или сделать сборник — это не так трудно. Я уверен, что появятся сборники, которые будут готовить наше Министерство обороны. Ну, вот летопись написать — это важно, но летопись — это, скажем так, ну, такое хронологическое изложение событий. А все-таки художественная литература, с моей точки зрения, она способна создавать образ героя, который нужен читателю. Потому что автор в данном случае может его слепить и наделить теми качествами, которые считать нужным. Нарисовать тот образ, который может понравиться читателю для того, чтобы человек, видя этот образ, хотел, например, быть на него похожим, хотел сверять свою жизнь, хотел бы совершать такие же поступки, чтобы этот образ его вдохновлял. Потому что, к сожалению, вот образ героя, он, мода на героя у нас ушла. Потому что когда я спрашиваю на презентациях молодых людей, ребята, а кто для вас герой сегодня? Тишина сначала очень такая гнетучая в зале. Дети, может быть, вам ответили «Человек-паук», например. А вы абсолютно правы. Просто когда мы начинаем уже на откровенный разговор переходить, я говорю, ребят, ну здесь мы с вами не под запись, никто вас не накажет. Я говорю, давайте честно, кто? Да, Капитан Америка. Да, «Человек-паук». Ну, из Марвела. У девочек, значит, бородатые герои из турецких сериалов такие вот. Ну, вы знаете, а может быть, они имеют хотя бы какую-то историю за собой? Какую они имеют историю, кроме того, что они смотрят каждый день с экрана и вдохновляют на что-то их, но вдохновляют точно, я думаю, не, скажем так, не на патриотизм и не на любовь к своей родине, точно, абсолютно. И уж точно не знаю, какими они могут быть ориентирами в жизни, эти герои, кроме, так сказать, сиюминутного их потребления, этих героев. Вот, поэтому вот попытка создать героя, образ героя для того, чтобы были ориентиры и возникло желание хотя бы интересоваться тем, кто из, например, даже тех же земляков, да, вот в разных регионах, спрашиваю, кого вы знаете из тех ребят, кто сейчас в СВО совершил подвиги, получил государственные награды? Тоже не знает. Вот в чем вопрос. Нет, ну, может быть, вот как раз такая литература, как ваша книга «Красные линии», и я думаю, что это первое, я, насколько знаю, художественное произведение, первое художественное произведение об СВО, но наверняка сейчас будет появляться такая литература, но должен же быть еще и государственный заказ. Все равно он должен быть, понимаете? Я считаю, что государство должно направлять и, ну, как бы, наверное, этому способствовать. Да, я полностью с вами согласен. Вы, ну, не просто правильную тему, а очень правильную тему поднимайте, потому что, ну, я вот так представил для себя, например, если бы вышла такая книга, как моя где-нибудь, не в октябре 22-го, а в октябре 41-го, какой бы у нее был тираж. Ну, я не знаю, сколько, я не знаю, миллионов пять, наверное, для того, чтобы по всему СССР. Вот, у меня был тираж 150 экземпляров, первая книга, первая заводка, потому что мне сказали, что это книга-однодневка, книга о текущих событиях никому не интересна, и совершенно нерентабельно ее издавать большим тиражом. Вы знаете, а патриотизм, он всегда нерентабелен. Нерентабелен, согласен. Патриотизм нерентабелен, как и неправильно, как и опасно создавать халтуру в этой области, потому что халтура дискредитирует саму тему. Но не об этом разговор. И, конечно, я очень ожидал, например, что книгу подхватят те государственные органы, которые, собственно, ответственны за проведение СВО. К сожалению, вот, к сожалению, этого не произошло. У меня на презентации была, в Москве, когда была презентация, пришла дама, значит, в форме, но поверх формы у нее была одета шуба. Шубу она свою не посчитала возможным снять, очевидно, чтобы не показать, не дай бог, что она в форме. Вот. Была с цветами, но цветы не подарила. В итоге взяла у меня книгу и отбыла в Асфоясе. Может быть, это была разведка боем. Вот. Но я надеюсь, что эта разведка боем, она чем-нибудь в итоге хорошим закончится. Но здесь только остается догадываться. Я думаю, что, конечно, много работы, много забот у нашего Министерства обороны. Но, может быть, они хотели бы какой-то свой заказ действительно сделать. Но если они его сделали, то что-то очень долго уже ничего не происходит. Потому что ребята каждый день совершают подвиги. Ребята награждают государственными наградами. Есть раненые, убитые. И не писать об этом, я считаю, это просто на сегодняшний момент преступление. Даже несмотря на то, что я тоже это понимаю, есть необходимость скрывать имена, какие-то вещи пока говорить рано. Что-то, значит, есть всеобщая конспирация. Ну, слушайте, ну, откройте телеграм-каналы. Ну, у вас все там прописано в этих телеграм-каналах. Вся ваша конспирация идет просто по боку, понимаете? Ну, все люди читают абсолютно. Хочешь наши, хочешь не наши, хочешь нейтральные, хочешь вражеские. Люди же получают информацию оттуда. А вы все боитесь о героях рассказывать. Ну, как так можно? Наоборот, нужно показывать, фильмы снимать. Потому что художественное кино – это тоже форма доведения образа героя до людей. Где фильмы-то? Вы знаете, если снять талантливо, снять фильм о каком-то герое, ну, этот герой, он гораздо сильнее. Он запомнится и произведет его образ, будет ассоциироваться там с этим фильмом, с этим актером. Понимаете? Это как старые русские фильмы про Чапаева, который был снят, я не помню в каком году, если честно, но до войны. Но даже в моем детстве все еще играли в Чапаева. Играли в Чапаева. Да. А в июле 41-го года пересняли конец этого фильма, сделали боевой киножурнал, где Чапаев выплывает и всех зовет на борьбу с фашистами. Вот как это было сделано, понимаете? То есть, ну, слушайте, ну, сломать стереотипы просто. Ну, взять, поставить людей, которые, соответственно, не попилят этот бюджет на этот фильм. Действительно, все честно сделать, хороших актеров позвать. Да, может быть, объявить конкурс на сценарий. У них есть сейчас, они сделали воен кино, называется, фонд. Ну, туда взяли, ну, актеры известны, но там есть писатель, например, господин Лукьяненко. У меня просто в рекламе ВКонтакте выплыл его пост, где он написал совершенно издевательский сценарий патриотического фильма. Пожаловался. Мне так много приходится читать в последнее время синопсисов фильмов патриотической направленности. И просто издевательство написал про Донбасс, про связь с Великой Отечественной войной. Насмешку пошлую, абсолютно мерзкую. И этот человек находится в экспертах фонда воен кино и отбирает синопсисы, да, на которые собирается Минобороны финансировать, снимать фильмы. Как это можно делать? Как это можно не заметить? Все-таки вот у нас, к сожалению, пока культура это самая последняя, самая отстающая сфера, которая не просто не хочет мобилизоваться вместе с обществом, а противодействует этой мобилизации, потому что там, мне кажется, самое большое количество не просто такой спящей агентуры вражеской, которая есть, но и людей, которые открыто ненавидят просто свою страну. Извините за откровенность. Вы правы, Иван. Можно об этом долго обсуждать. Вопрос, что мы проигрываем информационную войну и что нам нужно... Вот видите, вы же говорите это. Да. И что нам нужно мобилизоваться, и что информация, это, наверное, то, что обладает гораздо большей силой иногда, чем даже оружие. То есть слово, словом тоже можно убить. И поэтому я считаю, что книги нужно писать, и, может быть, дай бог, до людей, которые принимают решение, дойдет, что нужно снимать патриотическое кино, его надо снимать хорошо. Хорошо снимать. Потому что если его снять хорошо, его будут смотреть, и оно будет воздействовать на людей. Это как бы однозначно. То есть, ну, сняли же наши, сняли «Салют-7», они же его прекрасно сняли. И сейчас новый фильм «Вызов» вышел, тоже прекрасный фильм. И я считаю, что кино про героев Россия может снимать. И я думаю, что будут сниматься фильмы, где будут затрагиваться события, которые сейчас происходят в СВО. И, может быть, к этому времени уже все закончится, будут какие-то итоги. Как прошли ваши встречи с читателями у нас в крае? Состоялось у вас три встречи? Вот как все прошло, расскажи. Встречи прошли замечательно. Вы знаете, очень заинтересованная, благодарная публика в Хабаровском крае хотел бы тоже высказать благодарности руководству края и господину Дегтяреву за указание об организации вот этих встреч. Да, нам стало известно, что вы собирались сделать только одну встречу с читателями и по распоряжению губернатора сделали еще дополнительно две встречи в университетах Хабаровских, да? Да, были еще встречи в университетах. Это вот как раз спасибо инициативным тоже людям из краевой библиотеки. Они вот очень с большой душой подошли к этому. И вы знаете, я все больше убеждаюсь, что вот подлинная культура, она здесь, она в регионах, это люди-хранители традиций в библиотеке, да? Вот ваши замечательные, прекрасные просто, вот, которые болеют за... Я думаю, что будет очень приятно слышать такие слова ваши. Которые болеют за тот участок, который им поручен. Поэтому, конечно, все прошло замечательно. Собрались люди, мы очень откровенно говорили. Были вопросы, которые волнуют. Эти вопросы возникают, и они, если в каком-то, да, таком срезе, они, в принципе, есть в основном одни и те же, то, конечно, вот, ведь у нас же жизнь не стоит на месте. Появляются дополнительные вопросы. Появляется то, что люди, конечно, переживают за то, когда все закончится. Когда наступит мир, когда можно будет не бояться за своих близких, вот, родственники, мобилизованных ребят, которые там... Конечно, у них очень такая высокая степень беспокойства за родных. И им нужно, конечно, предложить какие-то формы объединения, обсуждения, информирования их, чтобы они один-один не оставались, один-один со своей вот тревогой. И, конечно, это вот такие вещи, которые мы говорили. Ведь в каждом крае, в каждом регионе есть свои герои. Конечно. Вот, я, конечно, попросил вот молодых ребят особенно поинтересоваться, кто они, изучить их жизненный путь, узнать, где родственники, может быть, чем-то нужно помочь. Потому что, когда это идет от сердца, от души... Я понимаю, что нынешний молодежь, их просто не учили этому. Да. В нашей молодости были там и тимуровцы, и чего только не было. И было принято помогать семьям. То сейчас другие формы, а вот подсказать им тоже надо, потому что, дай бог, может быть, где-то вот кого-то это заденет. И действительно мы увидим, что семьи тех, кто сегодня воюет, будут окружены заботой не только государства, не только губернаторской команды, но и простых людей, которые помогут. То есть мы каждый можем что-то сделать. Обязательно, обязательно. Обязаны, что что-то сделаем. Мы должны что-то сделать. К сожалению, эфирное время нашей программы немного ограничено, потому что я думаю, что на такую тему можно долго дискутировать. Абсолютно точно. И нужно дискутировать на эту тему. Уважаемые телезрители, хотела вам напомнить, что гостем нашей программы был писатель Иван Соловьев, заслуженный юрист Российской Федерации, ветеран МВД Российской Федерации, автор книги «Красные линии», посвященной событиям на территории Украины, России за период с 2012 по 2022 год. Вот. Читайте, интересуйтесь. Спасибо вам, Иван, что вы пришли в нашу студию. Я думаю, что такая работа, как делаете вы, она очень полезна будет. И однозначно она необходима нашему государству. И думать о выгоде издания подобной литературы, это может быть не самое главное. И когда-нибудь наше государство задумается не только о прямой выгоде, которая есть, а о косвенных бонусах, которые оно получит, если у нашей молодежи появятся герои свои. Спасибо вам. Спасибо вам. Вы смотрели телеканал 6 ТВ. Актуальное интервью. Оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Спасибо.